Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами девушка, в которой сочетается красота внешняя и внутренняя, а также несекаемая энергия и желание делать этот мир лучше. Итак, у нас в гостях Екатерина Бабенко. Здравствуйте! Очень приятно вас видеть взаимно. Я думаю, что многие знают вас как творческую личность. У меня сложилось такое ощущение, что многие ваши увлечения посетили вас, когда вы были уже достаточно взрослым человеком. Пришли к вам, скажем так. Поэтому мне интересно, как все складывалось в детстве? В детстве я была, ну, можно так сказать, заучкой в какой-то степени. У меня всегда хорошо получалось учиться. Я обожала алгебру, причем составление формул, выведение каких-то математических заключений для меня были просто чем-то космическим. И где-то в голове я себе представляла, что, скорее всего, я буду бизнес-лейди, которая будет творить чудеса вот именно в этой сфере. Дальше университет. Я, в общем-то, выбила гуманитарий. Там все тоже как-то хорошо получалось. Я поняла, что нет, все-таки цифра не мое. Я училась на международных отношениях. Дипконсульская служба. Тоже какие-то мечты. И на третьем курсе я поняла, что, собственно, из нас готовят замечательных секретарей. А куда ж мы в Владивостоке с этим образованием? Пошла на второе высшее, экономическое. Опять вернулась моя детская вот эта мечта, так сказать, покорять мир и цифры. Потом была МБА, и я вышла замуж и родила детей. И тут? И тут все началось, да. Наверное, во многом сыграла, конечно, свою роль семья, потому что у нас такой немножко кочевый образ жизни. Мы много переезжаем, и где-то оставаться на одном месте, творить в плане бизнеса было немножко напряжно. И в какой-то момент мне захотелось попробовать писать картины. У меня это получилось, как мне казалось. Ну, в общем-то, еще друзья как-то поддержали в этом деле. Дальше мне захотелось, вот захотелось, знаете, вот такое вот есть, писать песни. Я стихи, в общем-то, когда-то писала, но до песен дело не доходило. А здесь получилось написать песню. Причем музыкального образования у меня тоже нет. А дальше, ну, как по накатанной. Многие, кстати, говорят, что, ну, вот, Кать, наверное, ты себя ищешь в чем-то. Ну, ты одно, второе, третье что-то пробуешь, наверное, да, вот где-то тебе надо куда-то себя приткнуть. Хочу разочаровать людей. Все это не так, все приходит, правда, очень легко. Как-то я порой задумываюсь, как. Так, пришло. Вот это касается всего. И творчества, и благотворительного проекта. Как-то дается легко, и я стараюсь это брать. А вот когда творчество пришло в вашу жизнь, вы сразу были готовы делиться им с кем-то? Скажем, написание стихов – это достаточно частая история, и многие люди, может быть, пробовали, но далеко не все пробовали это выставить на всеобщее обозрение. Очень было волнительно, потому что в любом случае ты достаешь это все-таки из себя, это какие-то твои переживания, или, может быть, где-то ты подслушал историю, решил там выложить это все в рифмах. Я очень волновалась. Естественно, сначала это были друзья, которые сказали, Катя, хорошо. Потом так потихоньку это были соцсети, где люди тоже, в общем-то, обращали внимание, говорили, хорошо. Потом меня очень здорово поддержала страница «Психология отношений». Есть на Фейсбуке такая страница, и раньше, я так понимаю, были немножко другие там владельцы, они стали выкладывать мои стихи. И я начала получать отзывы от людей, которые меня не знают совсем. Наверное, это было тоже каким-то толчком. То есть я поняла, что люди читают, людям интересно, люди себя где-то там находят. Я зарегистрировалась на стихи.ру, и там тоже как-то я нашла поддержку. Меня дважды номинировали на «Поэта года». Да, кстати. Я как-то поначалу несерьезно к этому относилась. Думаю, наверное, всё-таки что-то в этом есть. Думаю, друзья, только попробуйте сказать мне, что что-то у меня в рифмах не так. Есть на что сослаться. А по поводу песен тоже было очень страшно. Прям первые диски, которые были выпущены, очень был ограниченный тираж, только для своих, только для друзей. Было страшновато. То есть сейчас как-то уже всё больше, ну я, скажем так, наверное, созрела делиться этим. Кстати, вы вот сказали сейчас, ну такую забавную ремарку относительно друзей, только попробуйте сказать, что что-то не так. А вот в принципе, ну достаточно рациональное начало, которое у вас присутствует, да, оно каким-то образом влияет на творчество или включаются абсолютно иррациональные какие-то механизмы, и вы не, ну не просчитываете, не смотрите на это рациональным взглядом? Скажем вот на стихи. Скажем так, рифма, которая приходит, она не всегда стандартно обычная. Волос-колос, там, например, да. Хочется чего-то... То есть на самом деле, когда я пишу стих, я пишу больше, наверное, эмоций. И под эту эмоцию я стараюсь найти правильно выстроенное предложение с правильной рифмой. И, честно говоря, свои стихи мне приходится учить. Вот, видимо, именно из-за того, что я пишу какой-то эмоцией. Она у меня вот как-то выстраивается, начало какое-то ей содержание, и потом определенный конец, в который мне всегда хочется вложить что-то определенное, что-то значимое. Вот не просто концовка, эх, троеточие, там, все, забыли. Но здесь больше вот эмоций. И потом, когда я учу, вот если говорить о спектакле, например, мне приходилось учить. Потому что я эмоцию помню. Я помню, в каком четверостише, какая последовательность вот моих мыслей была. А какие слова выстраивались под эту эмоцию? Тяжеловато. Я все-таки, наверное, бы сказала, что какое-то рациональное звено меня и как личности со всеми моими этими дипломовыми образованиями все-таки присутствует. Наверное, еще знаете, что отмечу? Вдохновение, оно такое, что оно тебя погружает в какое-то такое состояние. Ты потом вылазишь оттуда, ой, где я? Что это было? А у тебя что-то написанное перед тобой лежит. Если говорить вот о современных поэтах, а я думаю, что мы вас с полным правом можем называть современным поэтом, поскольку две номинации – это не шутки. В современном мире очень важно не просто быть автором каких-то текстов, но все они стремятся как-то прозвучать. Да. То есть вот, как ни странно, да, там с периода 60-х годов снова входят в моду живые выступления, живые поэтические вечера. У вас, вы уже косвенно упомянули, уже несколько раз проходили моноспектакли. Что вас подтолкнуло к публике? Хочу сказать, что, может быть, тут и зритель не знает, лет 9 назад мы уехали в Сингапур с семьей, и там с друзьями, с такой русской диаспорой, мы решили возобновить такие поэтические вечера. Нам показалось, что людям это может быть очень интересно. Скажем так, я была родоначальником одного из вечеров. Назовем это так. В Сингапуре. В Сингапуре, да. То есть мне сказали, Катя, там, обозначи вам определенное число, ты, пожалуйста, подготовься, почитаешь стихи, там люди придут, ну вот как-то это будет выглядеть. Естественно, сначала-то было, да, вопрос, сделаем стихи, так стихи. А когда дело, правда, дошло до самого процесса, мне показалось, ну как же я буду читать эти стихи? Например, дорогие друзья, сейчас я расскажу вам стих, прочитаю вам стих, который пришел ко мне в каком-то там году, потому что я что-то, ну это как-то немножко неинтересно. Людям надо в этот стих как-то проникнуться, потому что у меня были определенные эмоции, там, определенное настроение. И я подумала, а почему бы не сделать такой небольшой рассказ из стихов? То есть каждое стихотворение будет плавно перетекать в последующее и связываться какой-то прозой, допустим. Тут уже включилось режиссерское начало, я так понимаю. Кстати, кстати, кстати. Да, сначала это было про любовь. У меня пришло так, вот у меня много стихов про любовь, и вот она такая, вот парень, девушка. Потом думаю, нет, стоп. Людям нужна интрига, людям нужна жертва, людям надо за кого-то болеть, за кого-то переживать. И в итоге вот родилось то, что родилось, в виде такого любовного треугольника, достаточно тривиальная история, на самом деле, в которой находят многие люди себя. И получилось со слов людей интересно. Мне очень тяжело как-то объективно оценить это все-таки. Но вот родился спектакль тоже достаточно легко. Вот в Сингапуре мы его презентовали, как, наверное, оттуда поняли, что надо продолжать. И вот те же ребята, которые меня поддержали в Сингапуре, у них есть здесь заведение, вот пациумы устраивали спектакли. В общем, люди идут, люди хотят смотреть, и такое впечатление, что вы правы. Все это возрождается вновь. Хочется на это смотреть, хочется слушать. Причем это как-то вдохновляет людей. Многие писали о том, что кто-то продолжил какие-то свои стихи, кто-то решил как-то поменять что-то в жизни. Ну вот интересно наблюдать за этим. То, что по многим отзывам во время спектакля у людей на глазах присутствующих были слезы, на мой взгляд, является самым большим комплиментом в адрес автора. Вот как вы воспринимаете такую реакцию? Наверное, когда я прочитала информацию о том, что моноспектакли ставят очень опытные актеры, и не каждый опытный актер осмелится, вот, в общем-то, представлять, играть моноспектакль, вот тогда я запереживала. Потому что на самом деле я не понимала, насколько люди правильно воспримут то, что я хочу преподнести. Насколько вообще у меня получится прочитать свои стихи. Потому что писать можно как угодно красиво. А это произносить с определенной интонацией, с определенным посылом, там, какими-то ударениями, это очень важно. Я по этому поводу переживала. Но вот о чем вы говорите, когда на первом спектакле я видела слезы людей, ну, смех можно еще, да, как-то, Катенька, а вот слезы все-таки их очень тяжело подделать. И вот я поняла, что да, наверное, все-таки люди услышали ту глупь, тот момент, который мне хотелось именно вот в этих фразах донести. Ну, так, это приятно, наверное, что услышали. Наша программа называется «В гости». И так или иначе, несмотря на то, что для Владивостока вы практически родной человек, но вы являетесь здесь гостей из Сингапура, как мы уже сказали выше. Да. В каком-то из ваших постов я помню фразу о том, что, ну, что-то вроде, я воспринимаю Сингапур как центр земли, или что-то такое. Давайте поговорим об этом месте, о том, что оно для вас значит, и что вы там находитесь для себя. Я бы назвала его все-таки вторым домом. Когда человек находится в каком-то пространстве, он для себя четко понимает, вот принимает ли он это пространство, насколько это пространство для него близко, насколько он вот готов там пустить корни прям от и до. Сингапур, ну, конечно, мы там 9 лет живем, и дети там ходят в школу, они получили гражданство, то есть все там кипит, бурлит, но если мы говорим о проектах, о какой-то деятельности, все равно я возвращаюсь во Владивосток, вот как будто меня каким-то магнитом тянет. А более того, только находясь в Сингапуре, я поняла, насколько наш край, насколько Владивосток, насколько запахи, насколько шум близки, и насколько они цепляют душу, когда ты находишься где-то далеко, и, например, в шуме листвы ты не слышишь вот того шороха, который вот здесь, вот в Приморье. Там на экваторе пальмы шуршат совсем по-другому. Или, например, когда ты хочешь открыть окно и понимаешь, что никогда, вот, к сожалению, именно это слово, к тебе в окно не ворвется вот этот свежий воздух. который наполнен там осенью или зимой. Более того, людям, которые живут на экваторе, очень тяжело объяснить, что такое запах осени, запах моря, запах зимы, лета. Думаю, практически невозможно. Понимаете? А мы к этому настолько привыкли, что только там за кордоном, понимаешь, насколько это близко. Мы долго здесь не были, и когда приехали, только строили мосты, и все вот это было как-то, боже мой, что это такое? Нет, слава богу, что мы куда-то там уехали. Когда построили мосты, я вот приехала сюда посмотреть на это, я правда ехала. Да ладно, да не может быть. Вот как будто меня привезли вот в какой-то другой город на экскурсию. И наш ландшафт, вот эти ветра, туман, это все в совокупе делает этот край, город каким-то волшебным. Более того, у меня недавно приезжала сюда подруга из Сингапура, она сама с Молдовой, и живет между Сингапуром и Японией. Она влюбилась в наш край, со слезами на глазах уезжала. И это тоже, знаете, берет так за душу, что все-таки не только мы, те, кто родился здесь, в этом городе, настолько проникаются этим местом. Что-то здесь все-таки магическое есть. Да, определенно. Ну вот, кстати, я вижу, что у вас именно очень большая связь именно через природу, да, через какие-то вот ощущения такие. А что касается людей, я так понимаю, что у вас здесь огромный круг единомышленников, благодаря которым, в общем-то, многочисленные там добрые дела и хорошие проекты, основательными которых вы являетесь, и, собственно, получили путевку в жизни. Когда проект вот только родился, естественно, я понимала, что находясь в Сингапуре, я не смогу его в полной мере осуществить здесь, в Владивостоке, потому что изначально мне хотелось его сделать в Сингапуре. Когда пришла идея о том, что стоп, у нас же есть наши дети, почему бы их не привить к живописи, почему бы им не показать вот этот мир красок. И, конечно, первый вопрос стал люди. Мне нужна была поддержка. Откликнулись все. И в этом, конечно, для меня это большой подарок. И я поняла, насколько много у нас людей, которые готовы помочь абсолютно безвозмездно, идеями, мыслями, контактами. И, в общем, проект так закрутился, завертелся, что изначально мы планировали его реализовать в течение полугода, а на сегодняшний день пошел второй год, уже полтора года. И у нас все больше учреждений. Вот буквально недавно мы были в Артеме в детском доме и хотим взять еще деток. Есть планы продолжить это дело в Москве и так далее, но это по секрету. Вы же никому не скажете. Конечно. Тем более, что нас никто не слышит. Если говорить вообще, в принципе, о такой области, как благотворительность и о отношении в ней мужчин и женщин, то оно точно не в пользу первых. Вот как вы для себя это объясняете? Мне кажется, я так для себя думаю, что, может быть, это наличие в женщинах некоего материнского инстинкта, желание как-то защитить, поддержать, может быть, это провоцирует женщину в большей степени идти туда? На самом деле в нашем проекте в основном это девушки. Может быть, мне лично к ним легче обратиться. Это лично мое предпочтение, обратиться к девушке. Но, естественно, многие моменты, особенно те моменты, которые касались наших выставок, брали под свое шество мужчины, которых советовали те же самые девушки. Мы там у кого-то снимали помещение, кто-то нам помогал с какими-то другими контактами. Но все так опосредовано. Больше, конечно, девушек. Именно тех, кто... Давай, вот я беру и делаю. Вот почему-то их. Возможно, мужчины заняты другими делами. Возможно, для них проще, там, так, вот на тебе, пожалуйста, что ты хочешь сделать. Может быть, это мое личное предпочтение, что-то обращаться больше к девушкам, как-то мне покомфортнее, что ли. Вы как-то анализировали саму себя? Что в вас изменилось вот с того момента, как желание помогать людям, оно воплотилось во вполне конкретную деятельность? Ничего не поменялось. Это где-то сидело во мне внутри. Я думаю, что однажды оно бы выстрелило в любом случае. Наверное, мне поспособствовало то, что я в какое-то время начала заниматься вот тем самым бизнесом, о котором я все время мечтала. И что это как-то шло на второй все-таки план. Я поймала эту идею и не стала ее отпускать. Потому что, знаете, когда у тебя в голове рождается какой-то, на первый взгляд, очень странный и непонятный проект, аналогов которому нет, не на что опереться, и ты не знаешь, как действовать в тех иных ситуациях, ты не понимаешь, что будешь, но ты думаешь, я пойду, я это сделаю, я попробую. А потом оно нарастает, как снежный ком. Ну, в общем, ты понимаешь, наверное, все-таки не зря я тогда не отпустила. Но во мне я бы не сказала, что что-то поменялось. Наоборот, хочется больше отдавать. Пока есть что отдавать, хочется заниматься именно этим. Это замечательно. Из ближайших начинаний, я уверена, у вас их, наверное, немало запланировано. Есть что-то, чем хотелось бы поделиться? Мы сейчас продолжаем снимать клип очередной. Если, например, первый клип, он был о Владивостоке, и, наверное, он в тот момент символизировал моё признание в любви этому городу, что ли. Вот просто пришла эта песня. Со стороны это так и смотрелось, конечно. Прям пришла эта песня. Мне захотелось самой себе сказать, насколько всё-таки я люблю этот город, насколько он мне нравится, насколько хочется здесь творить. Не важно, что говорят люди, находящиеся внутри города. На краю земли под солёным небом В потоке шумных машин Город вечных ветров затянет незаметно Ты быстро станешь своим Этот город дышит, еле слышно Опускаясь во тьму Снимаем второй клип, он будет поспокойнее. Прям хотелось сделать контраст. В первом клипе, как мне сказали, Катя, что-то к тебе мало, хочется на тебя ещё посмотреть. Хорошо, говорю, во втором вы на меня посмотрите. В голове очень много проектов благотворительных. Хочется, очень мне хочется сделать сборник детских стихов. И масштабный такой вот. Мне кажется, что у этих ребят из коррекционной школы, из детских домов что-то под подушкой там лежит. Идея-то вынашивается, надеюсь, когда-то реализуется. По поводу спектакля, например, созревает второй. Тоже такой душетрепещущий, душесчипательный. Но об остальном я расскажу вам попозже. Спасибо большое, что заглянули к нам в гости. Мне было очень приятно. Спасибо вам. И успехов вам. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал Игорь Негода.